Русские дворянские роды иудейского исповедания Рода потомственных дворян Российской империи, изначально исповедовавших иудаизм на момент причисления потомственному дворянству, или же перешедшие в иудейское исповедание в соответствии с нормами Галахи. В связи с этим представляет интерес, что на надгрубных памятниках некоторых представителей русского дворянства, похороненных вне кладбищ, можно обнаружить звезду Давида при обретении дворянства. В Российской империи лица иудейского вероисповедания имели возможность получения российского дворянства несколькими способами. Пожалованием императора, выслугой соответствующих чинов, получением российского ордена, подтверждением права пользования иностранным дворянством, или дворянским титулом. История русского дворянства иудейского исповедания Единичные случаи принятия иудаизма русскими дворянами были отмечены впервые во время борьбы с ересью жидовствующих, когда часть русских дворян жидовствующих после разгрома ереси бежала в Литву и там перешла в иудаизм. В большинстве своем их потомки перешли в другие сословия и в дальнейшем уже не причислялись к русскому дворянству. В дальнейшем на протяжении 16-1 половины 18 веков имели место лишь единичные случаи пожалования дворянского достоинства иудеям в России. Как правило они были сопряжены с особыми заслугами жалуемых лиц перед монархами или иными исключительными обстоятельствами. При этом в абсолютном большинстве случаев жалованные лица вскоре после пожалования искренне или по необходимости переходили в православие. Возможности для приобретения русского дворянства лицами иудейского исповедания несколько расширились после введения в действие табелей о рангах, открывшей возможность получения потомственного дворянства по чину или ордену, но и после этого дворянства получали в основном иудеи, подданные европейских монархий, переходившие на русскую службу, а также иудеи, породнившиеся с императорской фамилией или принятые на придворную службу и состоящие в личных доверительных отношениях с первыми лицами двора. Внесение в дворянские родословные книги лица иудейского исповедания, приобретшие дворянское достоинство, не вносились в дворянские родословные книги. В случае попыток, такие решения отклонялись дворянскими депутатскими собраниями. В 1898 на подобное действие ДДС была подана жалоба в правительствующий Сенат. Он и решением от 17 декабря 1898 года по делу Гринкруг разъяснил, что на основании действующих узаконений, для дворянских учреждений представляется обязательным исполнение просьбы еврея о причислении его к местному дворянству, если только он может доказать свои права на потомственное дворянство и отвечает формальным условиям для внесения его рода в родословную книгу данного дворянского общества. Это решение привлекло большое внимание и вызвало серьезное обсуждение в высочайше утвержденном особом совещании по делам дворянского сословия, обсудив права евреев Российской империи и в общем их права на дворянство и принципы дворянского общества. Комиссия под причудательством и гермейстера Сипягина пришла к заключению, что интересы дворянского сословия и государства требовали бы включения в законы о состояниях правил о воспрещении лицам иудейского исповедания, приобревшем права потомственного дворянства, причисляются к составу местных дворянских обществ посредством внесения их в дворянские родословные книги, Особое совещание, обсудив мнение комиссии, предложило вовсе отменить возможность для евреев получать дворянство по чинам и орденам, оставив только для оных возможность получения дворянского достоинства только пожалованием императора. Предложение комиссии было вынесено на рассмотрение Государственного совета, где предложение вызвало разносторонние обсуждения и различные мнения. Императорам 23 мая 1900 года было утверждено мнение большинства, в коем содержалось, что для евреев не будет изъятия по приобретению дворянства, то есть они могут и далее получить дворянство, как и все прочие лица, но больше уже евреи, приобретшие права потомственного дворянства, не вносятся в губернские дворянские родословные книги. Список родов русского дворянства иудейского исповедания Гинцбурге Потомственное дворянство пожаловано по ордену Горацию Осиповичу Гинцбургу, Гринкруге Дворянство по ордену С.В. Владимира IV ст. пробовал внестись в ДРК Смоленской губернии. По этому делу состоялось решение Сената 1898 года о внесении евреев в родословные книги. Ефроны Потомственное дворянство пожаловано по чину Ильи Абрамовичу Ефрону, Канегисеры Потомственное дворянство пожаловано по чину Самуилу Канегисеру в 1883 году, Поляковы С 1885 года Потомственное дворянство пожаловано по чину Якову Соломоновичу Полякову, Юзофовичей от Абрагамма Юзофовича, бывшего великим подскарбием Великого княжества Литовского при Сигизмунде и Михелея Юзофовича, бывшего старшиной всех евреев Великого княжества Литовского.